Он был как бы вождем. Он был в роли Ленина, понимаете, в Абхазии. То есть его обвиняли в том, что он даже не подчинялся, скажем, решениям партии. Секретарь обкома партии приходил на заседание в Совнарком, в ЦИК, и там сидел. Он никогда не ходил в обком партии. Многие путают, считают, что Лакоба был партийным деятелем. Он не был партийным деятелем. Он был таким народным вождем, и все происходило у него. Самое обидное – Сталин всячески потакает Лакобе, ставит его выше Берии. Лаврентий должен делом доказать, что он на Кавказе лучший. Но как это сделать, если партаппарат Грузии не хочет ему подчиняться? У Берии есть собственный кадровый резерв. Команды чекистов, которых он подбирал со времен работы в Баку. Почти все они переходят на партийную службу. Деканозов отвечает за транспорт. Меркулов – за торговлю. Шария – за пропаганду и агитацию. Мамулов – за сельское хозяйство. Команда бериевских чекистов разворачивает масштабную хозяйственную деятельность. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.